В списке кандидатов на должность градоначальника три фамилии. Первый выдвиженец Алексей Бочкарев от партии ЛДПР, второй член политической партии КПРФ Игорь Васильев и завершает список патриот России Антон Кириченко. В настоящее время избирательная комиссия города проводит проверку достоверности предоставленных ими сведений. Решение по регистрации будет принято в 10-дневный срок. Нынешняя избирательная кампания отличается большим количеством изменений в законодательстве о выборах, отмечают в избиркоме. К примеру, на этот раз кандидаты обязаны указывать наличие когда-либо имеющейся судимости. Данную информацию укажут на информационных плакатах, а также в избирательных бюллетенях. Пока же о своих партийных мероприятиях избирательную комиссию города уведомили справедливоросы и единоросы. Предвыборная агитация путем проведения каких-то встреч, распространением листовок, она и сейчас не запрещена. То есть кандидат, который уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении, имеет право проводить такую агитацию в форме проведения таких мероприятий. Что касается агитации в средствах массовой информации, то агитация в СМИ начинается 16 августа, то есть за 28 дней до дня голосования. Последний срок предоставления документов 30 июля. В Движенцево ждут до 18.00. Для сравнения, на прошлых выборах мэра города в 2009 году в списке значилось 26 кандидатов. На этот раз такого всплеска внимания к Сочи не ожидается. 14 сентября выборы пройдут в 79 субъектах Российской Федерации, в том числе в Крыму и Севастополе.